Мир вам, дорогое собрание! Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа, проверяем свою веру, какое наше отношение к тому, что совершил наш Господь. И не только мы проверяем, многие люди, бывает, проверяют себя. Они задумываются, когда им тяжело, когда трудно. И я хотел бы вспомнить, как проверяли себя ученики, особенно в тот день или перед тем перестраданием нашего Господа. Господь беседовал с учениками, и они выразили свою уверенность в том, что они имеют полную веру. Я прочитаю это местописание, Евангелие от Иоанна, 16 глава. Мы будем читать с 30 стиха по 32. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога ишел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Вот такое местописание для начала нашего рассуждения о вере, о нашем отношении к нашему Господу. В один момент показалось ученикам, что они теперь веруем, что Он от Бога ишел, что Он есть Бог. Но Иисус выразил сомнение, говорит, «Теперь веруете? Вот пришел час, когда вы все рассеетесь, и меня оставите одного. Меня оставите». Что мы можем для себя взять из этого? Ученики, конечно, они не знали своего состояния. Они думали, что они имеют веру, что они не оставят. Они верили в то, что они будут всегда с Господом. Но Господь, зная наперед все, что произойдет с Ним, что с учениками, и сказал им это слово, «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Если мы задумаемся над словами нашего Господа, «Вы рассеетесь». Это Он сказал ученикам. А если Господь к нам обратит это слово, «Вы оставите меня?» При каких-то обстоятельствах трудных вы меня можете оставить, и вы оставите меня? Что мы можем на это ответить? Ученики, конечно, ничего не сказали. Здесь не написано дальше на это. Но если мы вспомним, как Петр ответил, но это уже мы найдем в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея Господь в 26 главе сказал, или Петр сначала сказал Господу в ответ. Мы находим 26 глава, 33 и 34 стихи. Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся от Тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю Тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Если все соблазнятся от Тебе, я никогда не соблазнюсь». Такая уверенность была у Петра. Может быть, такая же уверенность и у нас с вами. Вот сегодня, то время, когда мы проверяем свою веру, то время, когда мы подтверждаем, что мы с нашим Господом, что мы Его не оставляем, что мы ходим в истине, что мы исполняем Писание, исполняем Его заповеди, что мы Его любим. Вот то, что сегодня мы совершаем. Мы задумываемся, мы судим сами себя. Мы не можем судить кого-то, мы не можем рассуждать о чем-то. Мы сегодня сосредоточены на нашем взаимоотношении с нашим Господом. Вот мы и перед нами Господь. И Он сегодня обращает Своё Слово к нам. И Он сказал ученикам, «Все вы рассеетесь, каждый в свою сторону». В свою сторону. У каждого человека есть своя сторона. А сегодня в нашем мире очень много сторон. Наши мысли могут уходить куда-то в сторону. О чем-то мы размышлять можем. Сегодня столько информации, сегодня столько возможностей, такая загруженность, такие переживания, такие события, которые происходят, которые нас отвлекают от наших взаимоотношений с нашим Господом. И, может быть, внутри мы себя чувствуем, как Петр. «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Господь, зная его состояние, зная его неутвержденную веру, говорит, прежде нежели пропоет петух, ты уже успеешь три раза от меня отречься. Мы знаем историю, как это произошло. Как Господь говорит, когда Господа повели, когда его взяли в приторию, и Петр отрекался, он говорил, «Я не знаю этого человека, я не знаю». Он делал вид, что он ни при чем, что он не являлся учеником. Хотя ему говорили, служанка говорит, «И ты был с ним, и речь твоя о тебе выдает». Но он отрекался. Бывают обстоятельства, когда наша вера сокрушается. Бывают обстоятельства, когда мы неправильно действуем по отношению к нашему Господу. Может быть, в чем-то небольшом, мелочном, но мы отступаем от нашей веры. И Господь не хочет, чтобы мы его оставляли. Конечно, то критическое время, когда Господь перед страданиями очень желал, чтобы ученики присутствовали рядом с Ним, очень желал, чтобы они с Ним вместе разделили, пободрствовали, особенно в эту последнюю ночь перед Его тяжкими страданиями. И об этом записано. И к этому же Петру, который был уверен о себе, что он не оставит, Господь подходил, когда он совершал молитву, там Гефсимании, мы читаем в этой же главе 26-й, 40-й и 41-й стихи. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Приходит к ученикам. К этим трем ученикам, которых он отдельно взял, чтобы, отойдя в сторону, помолиться, и чтобы они тоже молились, он думал, что они в молитве поддержат нашего Господа. Он молился, знаете, это была особая молитва. Он настолько переживал, что под его Писание, говорит, был как капли крови. Вот так вот он сильно переживал. И он очень хотел бы, чтобы кто-то был рядом, чтобы ученики его не оставляли. Он взял Петра, Иоанна, Якова и думал, что они тоже будут молиться. Но они заснули. Им было тяжело выдержать этот один час. И Господь как бы упрекает Петра. И именно к Петру он подошел, потому что Петр сказал, если все заблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Может быть, у нас есть такая уверенность, но Господь предупреждает, чтобы мы, как здесь сказано, бодрствуйте и молитесь. Я представляю, если бы Петр, когда услышал это слово, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плод немощно. Если бы он начал молиться, может быть, он бы избежал и от того, что он отрекся. Он бы не стал отрекаться. Он не пободрствовал. Он не молился. Похоже, иногда случается и с нами. Иногда мы в очень большом расслаблении. Нас отвлекают какие-то обстоятельства, этот мир, какие-то события. Что-то еще нас отвлекает. И мы не бодрствуем. И тогда приходит вот это искушение, когда мы можем отречься каким-то поступком, каким-то действием. Может быть, что-то не так мы скажем, не так отнесемся, или наоборот, что-то не сделаем. Вот ученики, они не сделали. Они не бодрствовали с Господом. И, конечно же, за это они поплатились. И как мы уже прочитали в Евангелии от Иоанна, что все вы рассеетесь, каждый в свою сторону. Вы оставите меня одного. Господь не очень, Он не хотел, чтобы ученики оставили. И я задумывался над этим. Может быть, и вы задумывались. А что бы случилось, если бы ученики не разбежались, остались? И вот вы взяли их вместе со Христом и повели. Я почему-то имею такую уверенность, что Господь бы их сохранил. Может быть, им бы труднее пришлось, но Господь бы их сохранил. Их бы не стали распинать. Может быть, они перенесли какие-то побои. Но они бы не оставили Господа. А я думаю о себе. А вы можете подумать каждый о себе. А если бы вы оказались в такой момент с Господом, когда надо бодрствовать, когда пришли Его взять, когда нужно за веру пострадать, что бы мы сделали. Вы знаете, сегодня, сейчас, когда все благополучно, я тоже уверен, и вы уверены, что мы бы остались верными Господу. Но если бы, если мы не молимся, если мы не, как бы, не приобщаемся к нашему Господу, не имеем с Ним одной части, мы не бодрствуем, то, конечно же, тогда мы можем и ослабеть. Тогда мы можем так же, как и ученики, каждый свою сторону. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы были на стороне нашего Господа. Не на своей стороне, не на том, что нам удобно, что выгодно, а то, что хочет Господь. Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Спасителя. И мы еще прочитаем несколько мест, несколько стихов. Какие эти были страдания? Мы находим место Писания Матфея, 27 глава. Это уже после того, когда Иисуса судил Пилат, когда уже он был перед Синетрионом, а теперь он уже пристал на поругание перед воинами римскими. Прочитаем эти строки, как это было тяжело, как это было трудно. И в то же самое время мне кажется, хорошо бы помнить, что ученики его оставили. Они переживали, Петр отрекся. Господь все это знал. И ему было очень тяжело, никого рядом с ним нету. Но мы прочитали, что Отец со мною. Господь сказал в Евангелии от Яна 16 главе, мы прочитали, но я не один, потому что Отец мой со мною. И вот я верю, что в эти переживания, тогда, когда было поругание, Отец Небесный был с Господом. Как хорошо, если и нам, когда очень тяжело, очень трудно, может быть, и мы несем какое-то поругание или какие-то внутренние переживания, как хорошо нам чувствовать, что Бог Отец Небесный с нами. Тогда нам легче переносить эти трудности, эти страдания, искушения. Все, что бы ни происходило в нашей жизни, нам легче переносить, когда мы ощущаем присутствие Бога Отца в своем сердце, как подобный Иисус Христос. Когда мы ощущаем Его заповеди, когда мы живем по этим заповедям, наше сердце уверено, мы верим, что Господь нас не оставляет Он с нами, что бы с нами ни случилось. И мы сейчас будем читать поругание над нашим Господом. Мы с 27-го стиха прочитаем по 35-й. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, собрали на Него весь полк и, раздевшие Его, надели на Него по границу и, сплетшие венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» и плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове и, когда насмеялись над Ним, сняли с Него багреницу и одели его в одежды Его и повели его на распятие. «Выходя, они встретили одного кириянина по имени Симона и этого заставили нести крест его. И, пришедшие на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Вот до этого стиха мы прочитали вместо писания отрывок. Я хотел бы немножечко как бы углубиться в то, что происходило. Надели на него багреницу. Багреница – это царская одежда, это красного цвета, такая специальная одежда для богатых людей. И это багряный такой красноватый такой цвет. Это очень дорогая одежда, потому что краска для этого очень дорогая. И вот почему-то где-то не нашли, надели на него эту багреницу, потому что они слыхали, что он царь иудейский. Они так и говорили. Они одели багреницу, дали ему трость, на голову одели венец из терна. Я думаю, что у нас тут нету, а вот было как-то венец. такие острые длинные шипы. И вот брали эту трость, которая у него была в правой руке, и этой тростью били по голове по венцу. Эти шипы вонзались в чело, в голову Спасителя. Какая ужасная боль. Я не представляю, как после этого можно еще жить, думать, рассуждать и двигаться. Но у Спасителя хватало на это сил. Его били сильно. Его били плетями специальными. Его тело было избито, изранено. Он не имел силы уже нести крест. Поэтому здесь мы прочитали, что Симон Кирьянин, который шел с поля, они возложили на него крест Господа, потому что Господь уже не был в состоянии нести этот крест. Какое унижение было для нашего Господа. Плевали на Него. Вот эти плевки, поругания, издевательства, это все, конечно, совершали войны. Конечно, они были римлян, они не были иудеями, они были язычниками, но предатели были иудеи, те люди, к которым он пришел, к которым он желал спасения, он желал им мира, но они этого не захотели. И они отдали вот на это поругание своего спасителя, царя, как и воины говорили, это была действительно правда, он является и являлся царем иудейским, но он понес вот такое поругание. Для чего? Для того, чтобы спасти, для того, чтобы мы с вами имели вот это приобщение. Если бы не смерть Иисуса Христа, то язычники никаким бы образом не имели наследия в жизни вечной, никакого спасения бы это люди не имели. Пришли на место, мы прочитали, на место лобное, которое называлось Голгофа, и там, прежде чем забить гвозди в руки, прежде чем положить его на крест, дали ему специальный состав, написано в 34 стих, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и от едов не хотел пить. Исследователи говорят, что этот состав как бы помогал терпеть боль. Он как бы делал боль уже не такой невыносимой. Но Иисус не принял этого облегчения. Он решил до конца испытать и перенести на себе все эти страдания. Он нисколько не пытался уйти в сторону куда-то. Он готов был для того, чтобы пережить эти страдания для того, чтобы множество людей, весь мир был бы спасен. Если бы не страдания нашего Господа, то трудно сказать, что было бы на сегодняшний день с этим миром. Наверное, он бы перестал существовать. Это только заступничество нашего Спасителя. Благодаря его крови мир сегодня еще существует, но он существует до определенного времени. Мы знаем события, которые должны быть, которые происходят, и к чему мир готовится, мы это тоже хорошо знаем. И это христиане всегда знали. И все, что происходит в мире, мы сегодня связываем с тем, что сделал наш Господь, что Он сделает, когда Он придет второй раз, когда Он явится за церковью, когда Он придет судить этот мир. А это время, конечно, оно сбудется, оно придет, это время. Вот такие страдания Господь понес за нас, чтобы нам с вами иметь сегодня жизнь вечную. Мы сегодня говорим о том, что ученики оставили нашего Господа. Пророческое слово за 500 лет до страданий Господа. Мы читаем книгу пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваоф. «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». У меня здесь отмечено, это было пророчество за 520 лет до рождения Иисуса Христа, а до его страданий еще больше, 33 года. И, конечно, люди, которые читали это пророчество, они не имели понятия, какого пастыря, какое поражение, как оно будет происходить. Но оно, это произошло пророческое слово. Я хотел бы прочитать еще два стиха ниже, что Господь говорит о тех людях, или о народе, или о земле, о народах, о царствах, что будет происходить дальше. Я думаю, что Господь не оставляет без внимания то, что совершили люди, совершило человечество, и оно обязательно понесет наказание. И, наверное, эти стихи 8 и 9 говорят об этом. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Почему-то после 7 стиха, где говорится о поражении пастора, говорится о том, что ожидает людей на всей земле, не просто где-то в определенной части, на всей. «Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». «И веду эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это народ мой, они скажут, Господь, Господь Бог мой». Вот так вот Господь пророчески сказал. Я вижу, что это слово еще не сбылось, и вижу, что оно должно сбыться. Когда оно сбудется, Господь знает. Но мы, христиане, читаем это пророческое слово, и знаем, что непременно это сбудется. И мы ожидаем, что когда-то придет Господь, и нас возьмет, и нас не коснется это. Нас не коснется, но других людей коснется. И это мир к этому готовится, и, скорее всего, уже готов. И нам нужно быть ожидающими, нам нужно быть верными, нам не нужно уходить от Господа в свою сторону. Надо принимать сторону Господа. Сегодня у нас есть возможность вспомнить страдания нашего Господа, рассуждая о нашей вере, о нашем хождении, о нашем личном отношении. Действительно ли мы такие твердые, и мы можем бодрствовать и противостоять всем козням Лукао, и оказаться с нашим Господом, чтобы Он не говорил, как в учениках, что вы все рассеетесь, теперь веруете. Да, конечно, мы веруем, но какая наша вера? Господь знает, и нам нужно приготовляться. Я думаю, что сегодня есть хорошая возможность такая, каждому еще раз и еще раз проверить, насколько у нас правильных хождений перед нашим Господом. В наше утешение еще хочу прочитать одно местописание, это первое послание апостола Петра, первая глава перед нашей молитвой, чтобы нам было за что благодарить нашего Спасителя. Первое послание апостола Петра, первая глава, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, по Его великой милости возродил Он нас воскресением из мертвых к упованию живому. Мы уверовавшие, мы воскресшие, мы теперь не мертвые по отношению к нашему Богу. Мы возродились по великой Его милости. И именно, наверное, вот это не хватало ученикам. У них не было возрождения. Они не чувствовали живого упования. И они, конечно же, расселись каждый в свою сторону. Слабая вера, слабая вера, она приводит к тому, что и теряется упование. Слабая вера бывает от того, что не знаем мы того, что написано, не знаем учения нашего Господа. Слабая вера, когда мы не участвуем, пропускаем или нерадиво относимся к тому, чтобы вспоминать его страдания. Иногда я думаю о том, что, Господи, когда ты страдал, а была ли у тебя вера? А действительно, а нужна ли была вера Иисусу Христу? Наверное, как он говорит в Евангелии от Иоанна, «Отец во мне и я в Отце, я и Отец одно». Там не может быть даже и близко к тому, что там нужна была бы вера, потому что Отец пребывал в Иисусе Христе. И Господь сказал ученикам, мы об этом упоминали, «Вы рассеетесь, вы оставите меня одного, но Отец мой со мною». И я так считаю, что если мы задумываемся о Отец в нашем сердце, если Господь в нас, вот подобно как в Иисусе Христе, конечно же, это утверждает нас, у нас нету такой возможности отпадать, если Отец постоянно пребывает в нашем сердце. Для чего мы и совершаем этот завет, я бы сказал, завет, это не то, что заповедь, это больше заповеди, то, что мы совершаем хлебопреломление, это вхождение или участие в новом завете. Новый завет – это присутствие Божие в нашем сердце. Бог никогда не нарушает этот завет. Мы можем нарушить, но Бог никогда не нарушает. Если мы в чем-то нарушили завет, у нас есть время помолиться, исправиться, у нас есть время, чтобы Господь нас освободил от всего, что мешает, что ненужное. Мы говорим о том, что Господь сказал, «Я и Отец одно», и что Отец никогда… Отец со мною, я не один, но мы читаем в Евангелии от Матфея, мы читали уже с 27 главы, но я хочу коснуться 46 стиха, 27 глава, 46 стих от Матфея. Когда Иисус уже на кресте находился, и когда Он понял, что уже время Его отшествия наступило с этой земли, Он произнес громко вот эти слова, мы их сейчас прочитаем, 46 стих, «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом или-или ламаса в охване, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Если мы подумаем о нашем Господе, ученики оставили, и вот в этот последний момент Он возопил и говорит, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Если бы Отец не оставил сына, он бы и не умер, но ему нужно было испить эту чашу до конца, и последнее, что тяжело оказалось для Господа, это Его смерть, когда Отец Небесный Его оставил. Дорогие друзья, как нам не было дарить нашего Господа? Его все оставили, и хорошо, что мы сегодня не оставляем, хорошо, что мы сегодня с Ним, и Его Слово, и Его заповедь мы исполняем, мы участвуем в этом новом завете, в этой чаше, которая нам сегодня предоставлена. Мы подтверждаем, мы говорим, Господи, мы Тебя не оставляем, мы с Тобой, мы не будем уходить каждый в свою сторону. Да поможет нам Господь совершить эту вечерю и участвовать в этом. Да благословит Господь дальнейшее ход служения. Ему слава. Аминь. Будем молиться.